Ну вот и пришло время нашей передачи. Я приветствую вас, друзья, в эфире программа «Дом, в котором живет Бог». В прошлый раз мы говорили о том, что такое богослужение Православной Церкви. Для тех, кто только что к нам присоединился, я напомню, что богослужение – это такая особенная молитва. Особенная она, потому что совершается по специально установленному порядку или уставу. Нужно богослужение для нашего общения с Богом. И делаем мы это все вместе. Совершать церковную службу могут только священнослужители. И делают они это от лица всех верующих. Вот обо всем этом мы говорили в нашей прошлой передаче. А сейчас приступим к новой теме. Посмотрим, какие же бывают священнослужители. Ну что, вы готовы? Тогда в путь! Священство в Церкви существует очень давно. Практически с самого ее основания. И первыми священнослужителями были апостолы – ученики Христа. Да-да, именно они. Ведь именно от апостолов и началась передача этого дара. Дара священства. А что же означает это слово – священство? По звучанию оно очень похоже на слово «посвящать». Ведь так и действительно. Смысл священства заключается в том, что человек посвящает себя Богу. Во всех своих делах, в словах, в своих мыслях. То есть, во всей своей жизни. Такие люди, то есть, те, кто принимает на себя этот образ, или, как говорят, сан, становятся служителями Бога и служителями Его Церкви. А что же это значит? Да то, что они должны заботиться о храмах, о богослужениях, которые в них совершаются. Но самое главное – это то, что священнослужители заботятся о нашем общении с Богом. Они помогают людям встречаться с Богом, ну, как бы указывают правильную дорогу к Нему. Ведь на этой дороге очень легко ошибиться, если идешь в одиночку. А ведь для того, чтобы указывать кому-то правильную дорогу, нужно и самому ее хорошо знать. Ведь так? Поэтому священнослужитель должен больше, чем другие, стремиться к святости, к Богу, чтобы и другим правильно указывать этот путь. Итак, давайте запомним. Священнослужители – это люди, которые всю свою жизнь посвящают служению Богу и Его Церкви. Они помогают другим людям приходить к Богу. Я не случайно в самом начале говорил о том, что первыми священнослужителями были апостолы. Когда они проповедовали о воскресении Христа, то в каждом городе оставляли своих учеников для продолжения их дела. Их называли епископом, что в переводе с греческого означает «тот, кто следит за порядком». Епископы должны были наблюдать за внутренним благополучием и процветанием Церкви в каждом городе. И до сих пор эти обязанности остаются у них неизменными. У епископа есть одно самое главное отличие от других служителей Церкви. Он может посвящать священнослужителей других людей. Именно поэтому епископы – это высшая степень служения в Церкви. Итак, епископ – это священнослужитель, который следит за внутренним благополучием Церкви. Он может посвящать священнослужителей. Понятно? Тогда идем дальше. Кроме епископов, в Церкви есть еще священники. Или иерей. Это люди, которые совершают богослужения. И при этом могут, или я бы даже сказал, должны рассказывать другим о Христе и Его учении. Это называется проповедь. Так вот, богослужение и проповедь – самые главные обязанности священника. Часто священников называют батюшками или отцами. Это давняя и хорошая традиция. Ведь для верующего человека священник – почти как заботливый и внимательный родитель. Он помогает, поддерживает его на пути к Богу. Итак, священник – иерей. Это второй после епископа чин священства в Церкви. Священник совершает богослужения и проповедует о Христе. Ну и, наконец, надо сказать и о диаконах. Один из них перед вами. Слово «диакон» тоже пришло к нам из греческого языка. И означает оно не что иное, как «слуга». Да-да, именно «слуга». Но такой, который прислуживает за богослужением. В этом и заключается особенность этого чина. Но несмотря на то, что диаконы стоят на самой первой ступеньке священства, в Церкви это служение не менее важное. Как трудно было бы епископу или священнику обходиться без диакона на службе. Ведь он и молитвы возгласит. И Евангелие прочитает. И споет с народом. А священник в это время не будет отвлекаться от молитвы. Итак, диакон – это младший священнослужитель в Церкви. Диакон помогает священнику или епископу совершать богослужение. Ну вот, пожалуй, пора подводить итоги. Наша сегодняшняя задача была выяснить, кто такие священнослужители и какими они бывают. Итак, прежде всего, как мы и сказали, священнослужители – это люди, которые всю свою жизнь посвящают служению Богу и Его Церкви. И вместе с этим они помогают людям приходить к Богу. Также мы узнали про три степени священства в православной Церкви. Самая высшая из них – это степени епископа. В его обязанности входит забота о внутреннем благополучии Церкви. И только епископ может поставлять новых священнослужителей. Второй является степень священника или иерея. Помните, какие главные обязанности священника? Совершать богослужение и проповедовать Христово учение. Ну а младший священнослужитель в Церкви – это Диакон. Он помогает священнику совершать богослужение. Вот так, ребята. Ребята, теперь вы видите, как интересно устроена наша Церковь. И скажу вам по секрету, это еще далеко не все. Но обо всем этом в наших следующих передачах. А если у вас возникли какие-то вопросы, недоумения, пишите на наш сайт. Его адрес вы видите сейчас на своих экранах. Ну а я, Диакон Сергий Бориский, на этом прощаюсь с вами. До скорых встреч. Храни вас Бог. Субтитры создавал DimaTorzok